Языковые барьеры сегодня разрушали в Екатеринбурге. В городе впервые прошла Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов. Знания демонстрировали две сотни человек из 70 стран мира. Участники должны в совершенстве владеть языком. Читать, писать и говорить. А это, говорят, не так-то просто. С какими трудностями сталкиваются, знает Игорь Бонгин. Все флаги в гости к нам. Так далеко вглубь России многие иностранные студенты еще не забирались. Вьетнам, Румыния, Кот-де-Вуар, Казахстан. География участников Олимпиады впечатляет. Все они приехали на Урал, чтобы показать, насколько хорошо знают русский язык. Студенты из Китая и Малайзии всю минувшую ночь провели над сборниками отечественных классиков. Много практика, здоровье, упражнение. Много разговаривали с друзьями. И вот практика нужна. Бушкина. За минуты до начала студенты из Конго не выпускают из рук учебник по русскому. Повторяют склонения. Именно они даются будущим нефтяникам труднее всего. По-моему, это падежи. Это кошмар для иностранных студентов. Серьезно. Потому что слова, у них есть первоначальная форма, но зачем они меняются? Я вижу стелу, а шаб со стелой. Подарили цветы стели. Это уже как будто это не один и тот же человек. А вот для местных преподавателей настоящая китайская грамота – это имена иностранных студентов. Олимпиаду среди студентов, для которых русский язык стал вторым родным, в Екатеринбурге проводят впервые. За партами учащиеся уральских, сибирских и московских вузов. Всего 200 уроженцев 70 стран мира. Русский язык, как я только что отметил, это единственный язык, который нас объединяет, независимо от специальности обучения в России. Это во-первых. И во-вторых, это один из ведущих языков в мире. Язык организации объединения нас, язык космоса. Соответственно, для нас это очень важно и нужно. Сперва участники пишут сочинения. Часто иностранцы рассуждают о том, как важно учиться на своих ошибках. Однако, сами студенты от них на Олимпиаде застрахованы. Им разрешается пользоваться словарем. Правда, это помогло не всем. Большое количество пунктуационных ошибок. Это, в общем-то, основная проблема. Несогласование окончаний, где причастны причастные обороты. Практически в каждой строке есть речевые ошибки. Будем считать, что студент справился, но не полностью раскрыл эту тему. Куда лучше студенты справились с устным экзаменом собеседования. Почти все получили высшую оценку. Результаты Олимпиады теперь будут разбирать на ученых советах. А лучших грамотеев наградят бесплатным обучением. Игорь Бонгин, Влад Калупаев. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова